Выход в старом. Кейт и Меган предпочли не тратиться на наряды для королевского ужина. В гардеробе герцогини Сосикской нашлось кое-что в ответ тем, кто обвиняет ее в чрезмерных тратах бюджета королевской семьи на новые наряды. Несмотря на еще не окрепшие позиции герцогини Сосикской в королевской семье, британцы не упускают возможности обвинить ее в том, что она регулярно покупает новые и дорогостоящие наряды для мероприятий и редко повторяет свои образы, в отличие от герцогини Кембриджской. Крупные суммы, которые БКС потратила на гардероб герцогини Сосикской для их первого с принцем Гарри за океанского тура, и вовсе повергли многих в шок. Однако стремление Меган покупать все новые и новые вещи объясняется легко, все же герцогиня Кембриджской официально состоит в рядах королевских особ с 2011 года, а Маркл присоединилась к монаршей династии и относительно недавно еще не успела собрать такой же масштабный гардероб, как у Кейт Мидлтон. Из прошлой светской жизни у Меган осталось не так много нарядов, которые уместно смотрелись бы на протокольных мероприятиях, сказывается ее любовь к облегающим силуэтам ультракоротким юбкам в прошлом. Но кое-что Меган все же нашла. 19 декабря обе герцогини посетили традиционный праздничный ужин для всех членов большой королевской семьи, который по традиции устраивала Елизавета II век в Букингемском дворце, минус и обе монаршие особо решили повторить свои наряды. Мероприятия проводятся в частном порядке, поэтому фотографы смогли лишь уловить подъезжающих ко дворцу гостей, однако этого было достаточно, чтобы моментально идентифицировать образы. Кейт Мидлтон выбрала для ужина розовой платья британского бренда стилом чартни с атласным блеском, воротником бантом и складками на юбке. В этом же образе она появлялась после свадьбы в июне 2011 года. Меган же решила отдать предпочтение цветочному платью Эрдем из коллекции «Осень-зима» 2015-2016 года. В таком же образе в 2016 году актриса давала интервью на Тадай-шоу, будучи звездой сериала «Форс-мажоры». Правда, на показе Эрдем платье было дополнено полупрозрачной накидкой с воротником-шнурком, однако актриса решила носить наряд без нее. В эфире актриса вместе с телеведущей обсуждала тенденции зимнего сезона. Мне кажется, самый выигрышный фон для цветочного рисунка зимой – это темно-синий цвет или приглушенный оттенок. Минус делилась программе «Будущая герцогиня». Это самый простой способ добавить перчинки в ваш гардероб, и он не выглядит слишком смелым. Вы можете комбинировать с потрясающим принтом полька-дот или текстурными колготками. Не бойтесь миксовать и сочетать разные узоры. Это выглядит стильно и элегантно, но в то же время игриво. Вместо того, чтобы приобретать маленькое черное платье, носите зимой цветочное. Видимо, спустя два года герцогиня решила прислушаться к этим советами, и в последнее время стала питать особые чувства к цветочным принтам в холодное время. 18 декабря, накануне праздничного ужина, она появилась в облегающем платье с флоральным рисунком от брошек Чолич-Тион во время посещения Бринсвордхауса. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и пишите комментарии под видео. У нас на канале, вы найдете много интересных видео. Впереди, еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok